Коридоры в Дворце Творчества детей и молодежи снова ожили. Руководители встречают школьников и рассказывают об интересной деятельности коллективов. Вместе с ребятами погружаются в атмосферу творчества. Было раньше в нашем классе много всяких картовасей. Были радости, печали, мы под партами вычали. Для нас это очень большая радость, потому что дворец без детей на сцене, в зале, просто не представляет свою жизнь. Для того, чтобы все было в плановом режиме, конечно, необходимо соблюдение санитарных требований, которые вступили совсем недавно в действие. Для нас это прежде всего измерение температуры для приходящих детей на занятия, наполняемость учебных групп 12-15 человек. У нас так было и всегда. И, конечно же, обработка рук. Школьникам провели экскурсию по кабинетам, где обычно занимаются коллективы. В спортивном зале акробаты показали трюки и гимнастические фигуры, а студия моды подобрала несколько образов в одежде. Я хожу на кружок рукоделия, на уши ходила в том году и на карате в детстве. Тут я хочу записаться на «Я и мы», потому что там занимаются журналисты, там будут учить нас фоткать, снимать видео и развиваться. Ну, я пробовала вот тут все кружки, растоки, нона, там, где шьют, я научилась шить. А потом мама научила мне вышивать, а я все кружки прям тут сделала, я все тут знаю. И я вот все кружки, я вот ходила 10 лет, если все считать. Мне понравилась акробатика, потому что там делают сальто, фляки. Смотрите на дорожку. Среди такого большого количества направлений ученики могут выбрать понравившееся и записаться в любой момент в течение года, или даже ходить в несколько кружков одновременно. В общей сложности во дворце занимается 2,5 тысячи детей. С клубами по месту жительства, муниципальную услугу по организации дополнительного образования мы предоставляем более чем 4 тысячам ребят. Это большое учреждение и это слаженный механизм. Работу коллективов открыли еще с 20 августа. Уже сейчас воспитанники 2-3 года обучения активно ходят на занятия. А для тех, кто первый раз записался в группу, тренировки и уроки начнутся с 15 сентября.